Россия Страна поэтов, настырных и молодых Чей дар нам пока не ведом, но кто оседлал свой стих? Россия — страна талантов, души золотой запас И в мире враждой объятом таланты спасают нас Добрый порыв не бывает не кстати, доброе слово всех прочих нужней Я не жалею, что годы потратил на долгожданных и верных друзей Добрый порыв не бывает не кстати, и ничего изменить в нем нельзя Я бы хотел, чтоб мне верил читатель, как доверяют друг другу друзья Андрей Дементьев Я иногда спохватываюсь вдруг, проходят годы, сделано так мало А жизнь меня и била, и ласкала, но оглянуться вечно не досуг Из суета, как океан за бортом У каждого из нас такой режим, что мы сперва принадлежим заботам А уж потом себе принадлежим Но как бы ни сложилась жизнь в начале И чтоб не ожидала нас потом Благословляю все ее печали Рассвет и вечер за моим окном Добрый вечер, дорогие друзья Гости Государственного Кремлевского дворца И он действительно по-настоящему добрый Потому что сегодня в зрительном зале собрались все те, кто любит поэзию Любит прекрасное Весь вечер на сцене оркестр 21 века Под управлением народного артиста России Павла Овсяникова В этот вечер мы вспомним с вами все самое важное Мудрое, доброе Что подарил нам замечательный русский поэт Андрей Дементьев АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, вы помните строчку Евгения Евтушенко Поэт в России больше, чем поэт Так вот, Андрей Дементьев больше, чем поэт Он журналист Он главный редактор Он ведущий телерадиопрограмм Общественный деятель Вообще всего не перечесть Давай, с чего мы начнем? А начнем мы, ну, конечно же, с любви Потому что все начинается с любви Это не только строчка из стихотворения Андрея Дементьевича Любовь, она к родине Большой и малой своей родине Любовь к родителям, учителям и друзьям Любовь к искусству и к талантливым людям К родным и близким К далеким и даже незнакомым Все это и есть Андрей Дементьев АПЛОДИСМЕНТЫ Все начинается с любви И наше счастье, и печали А я смотрю в глаза твои Как будто все у нас в начале Пройдут года, пройдут года Как майский дождь, как снег летящий Мы будем молоды всегда Ведь нету возраста у счастья Пройдут года, пройдут года Как майский дождь, как снег летящий Мы будем молоды всегда Ведь нету возраста у счастья Вот и немалый пройден путь И мы опять в дорогах дальних Я не могу перечеркнуть Ни первых встреч, ни слов прощальных Пройдут года, пройдут года Как майский дождь, как снег летят о щи Мы будем молоды всегда Ведь нету возраста у счастья Пройдут года, пройдут года Как майский дождь, как снег летящий Мы будем молоды всегда Ведь нету возраста у счастья Вновь я на несколько минут Верну утраченное время Все верю я, меня там жду Твои слова, твое доверие Пройдут года, пройдут года Как майский дождь, как снег летящий Мы будем молоды всегда Ведь нету возраста у счастья Пройдут года, пройдут года Как майский дождь, как снег летящий Мы будем молоды всегда Ведь нету возраста у счастья Все начинается с любви Все начинается с любви Все начинается с любви На этой сцене Принято приветствовать Родных и дорогих гостей На сцену приглашаются Друзья и коллеги Нашего Андрея Дмитриевича Генеральный директор издательского дома Аргументы и факты Руслан Новиков И главный редактор издательского дома Аргументы и факты Михаил Чканников Добрый вечер, дорогие друзья Андрей Дмитриевич для нас вообще Для АИФа не чужой человек Мы работали вместе Он был нашим автором Мы брали у него интервью Он был нашим экспертом Нам повезло быть рядом С по-настоящему истинным Народным поэтом Очень часто люди даже не знают Сколько строчек из его стихотворения Они знают наизусть И не знают автора А нам повезло работать И повезло делать этот проект Я хотел сказать, что нам очень приятно Что сегодня полный зал И мы делали этот проект В том числе для того Чтобы молодые люди узнали творчество И здорово, какими тиражами Из года в год выходят книги И здорово, что они выходят на разных языках Мы очень довольны, мы счастливы Что у нас все получилось Спасибо вам большое за то, что вы здесь Как главный редактор Обращусь к другому главному редактору Андрей Дмитриевич В последние годы Года два У нас читают в основном политику Но у нас очень сильный отдел культуры И я уверен в том Что когда пушки замолчат Будет не только масло Будем говорить о стихах Будем больше писать о стихах Будем стараться быть такими, как ваши стихи Талантливыми и мирными АПЛОДИСМЕНТЫ Тверская земля вдохновляла многих великих писателей Художников, музыкантов И даже путешественников Афанасий Никитин, оказывается, отправился в Индию С Тверской пристани на Волжском берегу А Сергей Лемешев из кавалерийского училища В Московскую консерваторию И завоевал сцену Большого театра Андрей Дмитриевич вспоминал Приезжая в Тверь, я прихожу на берег Волги На то самое место, где наши юные королевы Учили нас, неуклюжих мальчишек Зимними вечерами, танцевать вальс и танго Без музыки Под мелодичное мычание Не знаю, почему уроки танцев проходили Именно в зимнюю стужу Но нам было тепло От дружбы От взаимных симпатий От нашей юности Похоже, что Тверь вдохновляла и танцоров Именно в Твери Родилась легендарная народная артистка СССР Татьяна Устинова Главный балетмейстер хора имени Пятницкого Именно ей Андрей Зиментьев посвятил стихи «По всей России водят хороводы» Которые впоследствии стали песней АПЛОДИСМЕНТЫ У нас на волке песни словно полны Им нет конца, как нет конца в воде Ах, 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 ах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девчонки 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 Народ Лучшие годы своей жизни Детство, отрочество И юность Такой маленькой комнатки Честно, бедно У меня отец просто садился, когда я ложился спать Это у меня на краешек кровати Мне было там 3-4 года И читал мне вслух хорошую литературу вслух И так продолжалось до тех пор, пока я не выучил грамоту Пока я не стал сам читать И у меня уже такой инерции пошло Я уже без книги не мог жить Я только получил в наследство Доброту своего отца и своей матери Которые меня учили уважать старших Уважать труд, работать Не воровать, не врать, не лгать Я это все наследство получил Я старался им распределиться так Чтобы оно было в моей поэзии Чтобы я и писал так, как они меня учили жить И жил так, как они меня учили Мы в этот мир приходим с добротою И не жалеем жизни для друзей Чужую горе заслоним собою В виде поддержи добротой своей Нам часто снятся золотые тари Из рек уходит вешняя вода Лишь не велели души мы с годами Да не старели чувства никогда Лишь не велели души мы с годами Да не старели чувства никогда Ведь каждый день, что нам честно прожить Счастливым эхом отзовется в нас Пусть к нам вернуться прошлое не может Все в этой жизни только в первый раз Нам часто снятся золотые тари Из рек уходит вешняя вода Лишь не велели души мы с годами Да не старели чувства никогда Лишь не велели души мы с годами Да не старели чувства никогда Лишь не велели души мы с годами 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 Да не старели чувства никогда Мы в этот мир приходим с добротою В одном из интервью Андрея Дмитриевича спросили Вы очень молодо выглядите 85 лет Поэт ответил Это не только гены, характер, но и образ жизни Никогда никому не завидовал Был честен со своим читателем Исповедовал принцип поэта Батюшкова Живи как пишешь и пиши как живешь Занимался спортом и старался видеть в людях только хорошее И хотел нести это через свои книги, стихи Через журнал «Юность», который редактировал много лет Андрей Дементьев был не только потрясающий главный редактор Он был потрясающим другом Я думаю, никогда не сосчитать, сколько у него было друзей Ну и если бы на дни рождения, которые отмечал в Твери Приехали бы все его друзья и поклонники Я думаю, что в Твери был бы просто городу не справиться Потому что всех надо расселить, накормить Его дом – это его сердце И они были всегда открыты Он помогал делом и поддерживал словом Не простым словом, а словом поэта Я друзьям посвящаю стихи Жаль, никто в этом мире не вечен Я друзьям посвящаю стихи Чтоб продлить наши редкие встречи АПЛОДИСМЕНТЫ Я измеряю жизнь количество друзей Расстояние тревогами разлук И оставляя в моем сердце каждый звук Взлетает в небо птицы музыки моей Следы друзей, как будто ноты на песке Их размывает время вечного прибоя Они сплетаются в пути с моей судьбою И исчезают, растворяясь вдалеке Но почему листья опадают? Почему птицы улетают? Почему Все кончается когда-то И мгновеньем нет возврата Так зачем спешим куда-то мы? Глаза любимых Две тревожные звезды Они зовут меня в опасные глубины В весеннем поводке Раскалывая льдины Моей души коснется пламя красоты Я пленник музыки, что за собой зовет Разбятый строками, что ввысь меня уносят И мне все кажется, что не наступит осень И никогда не будет прерван мой полет Но почему листья опадают? Почему птицы улетают? Почему все кончается когда-то И мгновеньем нет возврата Так зачем спешим куда-то мы? Все кончается когда-то И мгновеньем нет возврата Так зачем спешим куда-то мы? И мгновеньем нет И мгновеньем нет Я измеряю жизнь количеством друзей Я люблю мотаться по России в поездах, в авто или пешком Потому что в мире нет земли красивей Потому что это мой родимый дом Три вокзала, Москва, в самом сердце столицы Отправляются в путь поезда Фонари и перроны Проводницы, вагоны Уплывают в туманную даль Город в пробке застыл А составы уходят Рельсы тихо, как струны звенят Семафоры мигают Поезда выезжают Параллелен огням автострад Поезда побегут По равнинам, долинам и рощам Будет разный маршрут Но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь Будет разный маршрут Но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь За окном замелькают Рассветы, закаты И в вечерних огнях города Хоть быстрей самолетом Но как-то приятней И спокойней катить в поездах Вдоль железных дорог Суета на вокзалах Концентрация встреч и разлук Вспоминаю девчонку Что меня провожала Её плечи в кольце моих рук Поезда побегут По равнинам, долинам и рощам Будет разный маршрут Но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь Будет разный маршрут Но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь Возвращайтесь, друзья Снова встретит столица Куполами и запахом шпал Возвращайтесь, друзья Ваши светлые лица По равнинам, долинам и рощам Уезжают друзья Но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь Уезжают друзья Но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь Снова на Комсомольскую площадь На-на-на... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Анна Николаевна, скажите, ведь это же не секрет, что для Андрея Дмитриевича все женщины были богинями. Правда, констатирую, верно. Без любви я бы жить не мог и никогда бы не написал всего того, что написал. Это сказал Андрей Дмитриевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Стихи Дементьева, они такие нежные, они такие пронзительные, они такие простые, глубокие и умные. И в них всегда есть вера, надежда и любовь. Начнем с любви. Стихотворение посвящено Анне Дементьевой. Дорогие мои, ничего сегодня бы не было здесь, ничего бы не было в Твери, если бы эта женщина не продолжала так страстно, так нежно любить Дементьева, своего мужа, своего избранника. Если бы она не прикладывала столько душевных сил и теплоты, не было бы ничего, потому что все начинается с любви. Анне Дементьевой. И то же жизнь я вспоминаю женщин, которых на пути своем встречал, с кем нежен был суров или беспечен, деля открыто радость и печаль. Я всем вам бесконечно благодарен за дни восторга легкие, как Брис. И как писал великий бабник Байрон, чем больше женщин, тем прекрасней жизнь. Но сколько бы я в прошлом не влюблялся, женился, разводился, горевал, Лишь музыка единственного вальса звучит в душе, что нам оркестр играл. Тебя одну назвал я королевой, чем вызвал у былых избранниц гнев. От королевы той я не ходил налево, поскольку уважаю королеву. И то же жизнь я вспоминаю женщин, и ревности нежданной не боюсь. Я лишь с тобою небом был обвенчан, и будущее знаю наизусть. Надежда, посвящение Зинаиде Федоровне Драгункиной. Она сегодня сидит в зале. Да. Итак, Надежда. Не делю людей на наших и не наших. Мы пришли на эту землю для любви. Не затем мой горький опыт нажит, чтобы стал чужим я меж людьми. Сколько было на земле подонков, стукачи, фашисты, шулера. И завис над миром меч да моклов на непрочной ниточке добра. Лишь добро еще спасти нас может от непонимания и зла. Все мы очень меж собою схожи. Лишь бы нас судьба не обошла. Не делю людей на наших и не наших. Интересен в них любой ландшафт. Если кто-то супротив мне скажет, протяну бокал на брудершафт. Потому что не люблю раздоров и стараюсь не держать обид. И душа чужая словно город. Что еще открыть мне предстоит? Андрей Дмитриевич очень любил своих соратников, шестидесятников. И очень ценил Булата Шалча Акуджаву. Я хочу прочесть маленькое стихотворение, потому что мне кажется, что Акуджава его написал в том числе и про Дементьев. В земные страсти вовлеченный Я знаю, что из тьмы на свет Шагнет однажды ангел черный И крикнет, что спасения нет. Но простодушный и несмелый Прекрасный, как благая весть Идущий следом Ангел белый Прошепчет, Что надежда Есть. Мне кажется, что Дементьев был белым Ангелом надежды В своем поколении. Время породило прекрасное созвездие талантов поэтов шестидесятников. Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булата Куджава, Белла Ахмадулина. Евгений Евтушенко в многотонном труде 10 веков русской поэзии написал «Мы все поэты обязаны Андрею Дементьеву. Если бы существовала награда Орден Чести, я бы ему присудил первому». Я хочу напомнить вам видеообращение, которое Евгений Евтушенко когда-то прислал из Оклахомы. Порою не красавцы, а кромсавцы, редакторы бездушные. А он не позволял талантами бросаться, их сберегал для будущих времен. Андрей, в тебе особая творинка, творить других поэтов, их спасать. Ах, как нужна сейчас твоя тверинка тех, кто в беде, в безвестии не бросать. Какие мы, поэты, спор спесивый и бесконечен, видимо, навек. Но ты по-настоящему красивый, как зависти не знавший человек. Вот Евтушенко как будто знал, что спустя какое-то время Дементьев создаст у себя на родине, в Твери, дом поэзии для молодых начинающих поэтов. И вот так его усилиями в 2013 году открылся этот учебный центр. И теперь уже о Доме поэзии знают по всей России. Ежегодно в этом доме собираются мастера слова и делятся своим опытом и своим мастерством с молодыми во время поэтических слетов и фестивалей. В сквере у Дома поэзии в Твери установлен первый памятник поэтам-шестидесятникам, подаренный другом Зурабом Царители. Он находится на улице Андрея Дементьева, бывшей Скорбящинской, где венчались родители поэта и крестили в 1928 году маленького Андрея. Именно на этой улице в гостинице «Гальяне» много раз останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Улица Андрея Дементьева пересекается с Пушкинской улицей. Вот все соединились. Тверская земля вдохновляла Пушкина. Андрея Дементьева и Евгения Мартынова вдохновила история любви Пушкина к Наталье Гончаровой. Родное имя Натали Звучит загадочно и грустно Он с нею рядом и вдали Весь полон трепетного чувства Летят куда-то журавли А он с любимой быть неволен Его тоску по Натали Хранила Волдинская осень О Натали он знал Что нет любви без песен А жизнь всего одна И мир для счастья тесен О Натали он знал Над ним судьба не властна И не твоя вина Что ты была прекрасна Не ведал мир такой любви Не ведал мир такой печали Он ей дарил стихи свои Что для нее в душе звучали Он как тогда в нее влюблен Его любовь неповторима И в каждом звуке слышит он Ее божественное имя О Натали он знал Что нет любви без песен А жизнь всего одна И мир для счастья тесен О Натали он знал Над ним судьба не властна И не твоя вина Что ты была прекрасна И даже в тяжкий смертный час На зло сомненьям и обидам Свою любовь в последний раз Улыбкой вновь благословит он Прошли года пройдут века Его любовь осталась с нами И так же трепетна строка И так же искренне признанье О Натали он знал Что нет любви без песен А жизнь всего одна И мир для счастья тесен О Натали он знал Над ним судьба не властна И не твоя вина Что ты была прекрасна 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 Внимание на экран. Мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Сергеем Соболевским, его любимый друг, с достоинством и блеском дуэль расстроил вдруг. Дуэль не состоялась, остались боль да ярость, да шум великосветский, что так ему постыл. К несчастью Соболевский в тот год в Европах жил, а мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Все было очень просто, у Троицкого моста он встретил Натали, их экипажи встали, она была в вуале, в серебряной пыли. Он вышел поклониться, сказать, пускай не ждут, могло все измениться в те несколько минут. К несчастью Натали была так близорука, что не узнав супруга растаяла вдали. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Под дуло пистолета, не опуская глаз, шагнул вперед Донзас и заслонил поэта. И слышал только лес, что говорит он другу и опускает руку несбывшийся Дантес. К несчастью пленник чести так поступить не смел. Остался он на месте и выстрел прогремел. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Это стихотворение было прочитано в 1977 году на Большом поэтическом концерте в Лужниках. А вел концерт Константин Симонов. Каждый из молодых поэтов мог прочитать только одно стихотворение. Так вот, это стихотворение на бис Андрей Дмитриевич читал дважды. Вот так всех объединила тема спасения Пушкина. Но все-таки любимым поэтом Андрея с детских лет был Михаил Лермонтов. И ежегодно в июле он приезжал на лермонтовский праздник, праздник поэзии в Тарханы. Это родовое имение бабушки Лермонтова, где поэт и похоронен. И вот так случилось, что свой последний авиаперелет Андрей Дементьев совершал на самолете, носящем имя Михаила Лермонтова. Его это поразило, и в полете он написал стихи. «Я в небе с Лермонтовым не верится, что можно быть рядом с ним. И душа от этой близости греется, и луна над землей, как волшебный нимб». Пушкин и Лермонтов. Как жаль, им не случилось встретиться двум гением, двум узникам судьбы, А время, словно ветряная мельница, перемололо пересуд толпы. Как жаль, им не случилось встретиться еще при жизни и до встречи книг. И до сих пор земля на небо сердится, что так жестоко оно было к ним. Но в небесах их души побратались, лишь в небесах, ни в жизни, ни в снах. А на земле не дождалась их старость, и в этом тоже есть особый знак. Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман, кремнистый путь блестит. Ночь тиха пустыня, в нем леталу, В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно, Жду ли чего, жалею ли я о чем? Жду ли чего, жалею ли я о чем? Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, Я б хотел забыться и заснуть, Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы, Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь, Чтоб всю ночь бездельной сухолевая, Про любовь мне сладкой голос пел, Надо мной, чтоб вечно зеленая, Темный дуб склонялся и шумел. Темный дуб склонялся и шумел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У Михаила Лермонтова есть такие строки. Я не достоин, может быть, твоей любви, Не мне судить. И эти строки нашли продолжение в одной песне. АПЛОДИСМЕНТЫ Люблю тебя, люблю тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что тебе, любовь моя? Не знаешь ты моей беды, Не знаешь ты, как одинака я. Люблю тебя, люблю тебя. Поверь на век моим словам. Люблю тебя, но не судьба. С тобой вдвоём не по дороге нам. Уж так случилось всё, я не виновна. И вот теперь я от тебя бегу. Оставь любовь меня, оставь на век. Сама с тобою я расстаться не смогу. Уж так случилось всё, я не виновна. Люблю тебя, люблю тебя. И вот теперь я от тебя бегу. Оставь любовь меня, оставь на век. Сама с тобою я расстаться не смогу. Люблю тебя, люблю тебя. Вся боль моя в слезах моих. Любовь потом придёт в твой дом. Будь счастлив, милый, ты за нас двоих. Люблю тебя, люблю тебя. Пройдут года, уйдёт беда. Но ту любовь я вспомню вновь. И вновь ей грустно улыбнусь тогда. Уж так случилось всё, я не виновна. И вот теперь я от тебя бегу. Оставь любовь меня, оставь на век. Оставь любовь меня, оставь на век. Сама с тобою я расстаться не смогу. Уж так случилось всё, я не виновна. И вот теперь я от тебя бегу. Оставь любовь меня, оставь на век. Оставь любовь меня, оставь на век. Оставь на век. Ну что тебе любовь моя? Оставь любовь я расстаться не смогу. для молодых. Зеленый листок. Молодо-зелено. И нашел свое продолжение в Доме поэзии в Твери. И сегодня мы представляем вам дебютантов. Победитель Всероссийского конкурса Андрея Дементьева 2023 года Стефания Данилова из Санкт-Петербурга и победитель Зеленого листка 2022 Варвара Заборцева из Пинниги Архангельской области. Мои друзья перестают быть моими И сердец вытравливают мое имя За то, что я не стою с плакатами «Нет войне» Весна необъявленная во мне Годы игры в молчанку про боль Донбасса Про лебедя рака и щуку басня Корабля крушения планов Прошлой весной Кто останется здесь со мной Кто всему виной Я не знаю Но я умею молиться За скорейшую мирную коалицию Писать жив ли Цел ли ты дорогой Человеку страны своей И страны другой Отвозить баулы гуманитарки Беженцам Всадникам апокалипсис обеспешится Отпустить коней своих в чисто поле И кому закричишь И кому закричишь До коле До весне Говорю я Пусть останутся живы все Чтоб коты под руками И кофе гляссе И по левитанскому Платья из ситца Мои друзья говорят Ты должна стыдиться Того, что ты русская Или мы не друзья тебе А еще вчера Орали Вместе Любе Не выбирая Ни выражений Ни стороны Я остаюсь Частью своей страны Пока из нее сваливают Проклиная Не подведи Родная Спасибо В Питер за сарафаном Ой, ты реченька Моя студеная О, пойми Больша Шею Ладонью Воротилась я К тебе Собновую В платье Питерском Фортовая Все смотрела я На петербурженок Как у них Боской Нарядец Нужен мне И пошла Пошла Далеко Близко Ледобрелак Нарядом Сплошь Изысканным Сарафаны Глянула Поближе То Хоть и тоненьким Узором Вышитый На длиннющих Писаных Красавицах Как ремки Поношены Лягаются Я бегом Один Скатала Семера Ростом Маленько Но Родом Севера У поморочки Когда Недравница Свет Из глаз По щечкам Разливается Вай Засиял Нарядно Мне По-новому Все Мой Дняш Женки Хват За головы За урод Охот За Одежью Андел Андел И Кака Пригожая В общем Глянула На Петербурженок Северяночки Ничем Не хуже Их Женихов Цеплять Полно Своих Мятот Путним Женочкам Любой Наряд Идет Вот Так Путь Андрея Дементьева В литературу Начинался Совсем По-другому Голодное Детство Военной Поры Постоянно Хотелось Есть Страна Голодала И мы Вместе С ней Мы Учились В разрушенном Городе В промерзшем Классе В чернильницах Замерзали Чернила Поднился С книгой В дни войны О, как же было То родство Печально Стянув Потуже Батькины Штаны Я убегал От голода В читальню В читальню Помещалась В старом Доме В ту пору Был он Вечерами Слеп Знакомая Усталая Мадонна Снимала С полки Книгу Словно Хлеб И подавала Мне ее С улыбкой И этим Счастлива Была А я Настороженную Улиткой Прилаживался К краешку Стола И серый Зал С притихшими Огнями Вмиг Уплывал И все Казалось Сном Хотя Мне книги Хлеб Не заменяли Но помогали Позабыть О нем Мне встречи Те Заполнятся Надолго И ныне В дни успехов И невзгод Я снова Здесь И юная Мадонна Насущный хлеб Мне с полки Подает Да Мы дети Военного Времени Все это Нам знакомо Мой отец Пропал Без вести В сорок Первом Году Ну Надеялись Думали Что вернется Что это Ошибка Но Представляете В результате Поиска В две тысячи Втором Году Мне удалось Узнать Что мой отец Скончался В немецком Концлагере Цайтхайн В сорок Третьем Году И я поехала Туда И меня встречали Немцы Дружелюбно И они Отвезли меня На то место Где этот Концлагерь И где стоит Барак Того времени Куда я Конечно Не пошла Вот так Такая судьба А у Андрея Дементьева В сорок Третьем Году Погиб под Орлом Его любимый Брат Сережа Общая Судьба У всех У нас И даже Спустя Двадцать Лет История Матери Которая Узнала Своего Сына В военной Кинохронике Она поразила Поэта Появились Стихи А позже Робкий Белокурый Юноша Из Артемовска Приехал В журнал Юность Юность Дементьеву И сказал Что Его Учитель Пенни Нашел Эти стихи В журнале Юность И предложил Написать Песню Песня Имела Оглушительный Успех Она Шеломила Зрители Постарела Мать За Тридцать Лет А без Те От Сына Нет И Нет Но Она Все Продолжает Ждать Потому Что Вер Потому Что Мать И На Что Наде Ц Она Много Лет Как Кончилась Война Много Лет Как Все Пришли Назад Кроме Мертвых Что В земле Лежат Сколько Их То Дальнее Село Мальчик Мальчик Безусы Не Пришло Раз В село Прислали По весне Фильм Документальный О войне Все Пришли В кино И стар Мальчик Познал Войну И кто Не Знал Перед Горькой Памятью Людской Разливалась Ненависть Рекой Трудно Это Было Вспоминать Вдруг Секра На Сын Взгляну На Мать Мать Узнала Сына В тот Жен Мик И Пронесся Материнский Крик Алексей Алешенька Сынок Сынок Алексей Алешенька Сынок Алексей Алешенька Сынок Словно Сын Ее Услышать Мог Он Он Рванулся Из Страншей В Бой Стала Мать Прикрыть Его Собой Все Боялось Вдруг Он Упадет Но С Восходы Мчался Сын Вперед Алексей Кричали Земляки Алексей Просили Да Беги Кадр Сменился Сын Остался Жить Просит Мать О сыне Повторить Просит Мать О сыне Повторить Просит Мать О сыне Повторить И опять В атаку Он бежит Жив Здоров Не ранен Не убит Алексей Алешенька Сынок Алексей Алешенька Сынок Алексей Алешенька Сынок Словно Сын Ее Услышать Мог Дома Все И чудес Кино Все Ждала Вот Вот Сейчас В окно Посреди Тревожной Тишины Постучится Сын Ее С Войны Я Помню Первый День Войны И страх И лай Зениток И Об отце Скупые Сны Живом А не Убитом Война Ворвалась Стоном Жди В Бессонницу Солдаток Еще Все Было Впереди И Горе И Расплата А ныне Добрая Земля Покрыта Обелисками Война Кончалась Для меня С лесами Материнскими И Возвращением Отца И Первым Сытным Ужином Но До сих Пор Ей Нет Конца В Душе Моей Контуженной Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами На конверте В углу номер почты стоит полевой Это в сорок втором мой отец написал моей маме Перед тем, как идти в свой последний решительный бой Дорогая моя Дорогая моя, на переднем у нас передышка Спят в окопах, друзья, тишина на крутом берегу Дорогая моя, поцелуй, ты крепче, синичку Знаешь, что вас от беды я всегда берегу Я читаю письмо И как будто мы ближе и ближе Тот тревожный рассвет и биение солдатских сердец Я читаю письмо И как будто отчетливо слышу Как сейчас те слова, что сказал перед боем Отец Дорогая моя, на переднем у нас передышка Спят в окопах, друзья, тишина на крутом берегу Дорогая моя, поцелуй, ты крепче, синичку Знаешь, что вас от беды я всегда берегу Я читаю письмо А за окнами солнце смеется Начинается день И сердца продолжают любить Я читаю письмо И уверен, что если придется Все, что сделал отец Я сумею всегда повторить Дорогая моя, на переднем у нас передышка Спят в окопах, друзья, тишина на крутом берегу Дорогая моя, поцелуй, ты крепче, синичку Знаешь, что вас от беды я всегда берегу Дорогая моя, поцелуй, ты крепче, синичку Знаешь, что вас от беды я всегда берегу У Андрея Дементьева был счастливый, можно сказать, лицейский характер И кризики отмечали, что никто из современных поэтов Так щедро, так легко не продолжил пушкинскую традицию Посвящение стихов своим друзьям И, конечно, больше всего он ценил в друзьях искренность Самое горькое на свете состояние Одиночество Самое длинное на свете расстояние То, что одолеть не хочется Самые злые на свете слова Я тебя не люблю Самое страшное, если ложь права А надежда равна нулю Самое трудное – это ожидание конца любви Ты ушла, как улыбка с лица И сердце считает шаги твои И все-таки я хочу самого страшного Самого неистового хочу Пусть мне будет беда вчерашняя И счастье завтрашнее по плечу Я хочу и болей, и радостей Я хочу свою жизнь прожить не в полсердца Не труся, не крадучись Я в запой ее стану пить Я хочу ее полной мерою В руки, в сердце, в глаза и сны Всю с доверием и с изменою От крика до тишины Мой друг Палат Талантлив и красив Мы оба с ним из бывшего союза Однажды свой блистательный мотив Соединил он и с моею музой Мы открывали этот мир в себе Как открывают книгу первоклашки Но рухнул он в далеком декабре И поделил всех на чужих и наших Искусство, к счастью, поделить нельзя Не исчезает прошлое в грядущем И не уходит в никуда, друзья Когда они навеки в наших душах В дружбе нет ни титулов, ни званий Все мы перед ней навек равны И тем не менее у нас в гостях сегодня Большой друг Андрея Зиментьева Чрезвычайный и полномоченный посол Азербайджана в России Народный артист Азербайджанской ССР Палат Бюль-Бюль-Оглы Я ненавижу в людях ложь Она порой бывает разной Весьма искусной или праздной И неожиданной Как нож Я ненавижу в людях ложь То, что считаю безобидной За которую мне стыдно Хотя не я, а ты не лжешь Я ненавижу в людях ложь Я негодую и страдаю Когда ее с улыбкой дарят Так что сперва не разберешь Я ненавижу в людях ложь И не приемлю объяснений Ведь человек, как дождь весенний А как он чисто апрельский дождь Я ненавижу в людях ложь Где-то предательство полшага Когда-то все решала шпага А ночи старый стиль Не ложь Я ненавижу в людях ложь Но жаль, она не исчезает Ты смотришь светлыми глазами И верю я, что мир хорош Я ненавижу в людях ложь Я ненавижу в людях ложь И не приемлю объяснений Ведь человек, как дождь весенний А как он чисто апрельский дождь Гост Жаль, я ненавижу в людях deny И не приемлю объяснений, Ведь человек, как дождь весенний, А как он чисто апрельский дождь. Дождь! Я ненавижу в людях ложь! Вы знаете, Анна Николаевна, Наша жизнь, вот она как времена года, правда? Да. Зимой хандрим, летом влюбляемся. Но, несомненно, Андрей Дмитриевич Дементьев Был человеком весны, как настоящий поэт. Своим весенним настроением он вообще, мне кажется, Заряжал всех людей своим оптимизмом И своим радостным ощущением жизни. Вот ты знаешь, песня «Я жду весну» Была написана им по дороге на работу, В троллейбусе, буквально за 15 минут. АПЛОДИСМЕНТОМИЕ ПОДПИСМЕНТОМИЕ ПОДПИСМЕНТОМИЕ ПОДПИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты где-то далеко, но я с тобой Я знаю, что настанет этот час Мы встречу назовем своей судьбой Лишь пусть весна отыщет нас Я верю, что любовь всегда права Я ждать ее всю жизнь могу Мне так нужны сейчас твои слова Как солнце моему цветку Я верю, что любовь всегда права Я ждать ее всю жизнь могу Мне так нужны сейчас твои слова Как солнце моему цветку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ни взглядов твоих ни детского гомона Завалена книгами площадь жилищная Как сердце словами Теперь уже лишними Ах, эти слова Будто листья опавшие И слезы на целую жизнь опоздавшие Не плачь, у нас встреча с тобой, а не проводы Мы снова сегодня наивны и молоды Давай помолчим Мы так долго не виделись Какие прекрасные сумерки выдались АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Помнишь, Аленушка жила в сказку? Она меня звала, Столько с тех пор минула дней, И вот я вернусь к ней. Я тебя своей Аленушкой зову, Как прекрасна эта сказка наяву, Как я счастлив, что могу признаться вновь, И вновь, что вечной сказкой Стала нам любовь. Сколько тебя я лет искал, Годы, как будто дни считал, Счастье спешит навстречу к нам, Поверь лишь моим словам. Я тебя своей Аленушкой зову, Как прекрасна эта сказка наяву, Как я счастлив, что могу признаться вновь, И вновь, что вечной сказкой Стала нам любовь. Знай, что ты красивей всех песней, Звучит во мне твой смех. Снова, как будто в первый раз, Я тебя своей Аленушкой зову, Как прекрасна эта сказка наяву, Как я счастлив, что могу признаться вновь, И вновь, что вечной сказкой Стала нам любовь. Я тебя своей Аленушкой зову, Как прекрасна эта сказка наяву, Как я счастлив, что могу признаться вновь, И вновь, что вечной сказкой Стала нам любовь. Субтитры создавал DimaTorzok А я без Волги просто не могу Как хорошо малиновою ранью Прийти и посидеть на берегу И помолчать вблизи ее молчанья Она меня радушно принимает С чем не бреду, с обидой или бедой И все она, наверное, понимает Коль грусть моя уносится с водой И все она, наверное, понимает Коль грусть моя уносится с водой Как будто бы расслабленная ленью Течет река без шума, без волны Но я-то знаю, сколько в ней волненья И сколько сил в глубинах тишины Она своих трудов не замечает Суда качает и лупает лед И ничего за зря не обещает И ничего легко не отдает И ничего за зря не отдает А я без Волги просто не могу Как хорошо малиновою ранью Прийти и посидеть на берегу И помолчать вблизи ее молчанья Куда б меня судьба не заносила Я возвращаюсь к Волжским берегам И рада Бога, красота и силу Она с волной несет к моим рукам А я без Волги просто не могу А я без Волги просто не могу АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нас в детстве ветры по земле носили, Я слушал лес и обнимал траву, Еще не зная, что зовут Россией Тот синий мир, в котором я живу. Моя земля, Тверское княжество, Наш род восходит к той поре, Где Тверь была, как хрупкий саженец, Как звон на утренней заре. Еще все только начиналось, Чтоб утвердиться на бегу, И первый дом, и первый парус, И первый крест на берегу. Моя земля, Тверское княжество, Где, возродив клочок земли, Самим себе мы лучше кажемся, Чем те, которые ушли, Теперь все хвалятся дворянству. Мой предок был из крепостных, Там с неизменным постоянством Судьба влупила им вподдых, Но все проходит, Власть и слава Уйдут и эти времена. Не потому ль так светит слабо Свеча, что прошлым защена. Я русский, я из той породы, Чья кровь смешалась с небом и травой, Чьи прадеды в зеленый храм природы Входили с непокрытой головой И били молча низкие поклоны Клочку земли, в страду и в недород. Им Русь казалась горькой и соленой, Как слезы жжен или над бровью пот. Все помнит Русь И звоны стрел каленых, И отцветы пожаров на снегу. Мы входим в жизнь Открыто и влюбленно, Уйдем, оставшись перед ней В долгу. Написать бы ее Россию Всю от неба До трав, до дна, Где найти мне слова такие, Неизбывные, как она, Чтоб во всей красоте и силе Удивляла людей опять Написать бы ее Россию Ох, как хочется Написать! Здесь любился я Волгу навеки, И отсюда мой начался путь, Где стихи, словно добрые вехи, Помечали дорогу восход. Эти строчки начертаны На памятнике поэту В самом красивом месте Набережной Волги. Хотя его стихи можно прочесть На многих памятниках Нашей страны. Особенно популярны строки Не смейте забывать Учителей На памятниках учителям В Красноярске И Кемерово Появится памятник В старинном русском городе Тарапце, Тверской области Со строчками Учениками славится Россия Учителя приносят славу ей Не смейте забывать Учителей. Преклонение перед учителями Наверное, объединяет нас всех. Главные стихи остаются В народной памяти, Как и песни. Сотрудничество Дементьева С Арказием Хараловым, Композитором, Принесло большой успех. Первый диск Разлетелся буквально мгновенно. А следующий уже был выпущен С трехмиллионным тиражом. Я знаю, что Арказий Харалов Сегодня в зале Аркадий Харалов, Композитор и прекрасный певец. Аплодисменты. 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 Мы стоим у раскрытой двери, Аплодисменты. 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 Один прощальный луч зари Одно мгновение любви Сквозь сомнения и обиды Мне сказали твои глаза Разве может быть все забыто Если сердцу забыть нельзя Давай попробуем вернуть Хоть что-нибудь, хоть что-нибудь Один листок календаря Одну метель из февраля Одну весеннюю грозу Одну счастливую слезу Один прощальный луч зари Одно мгновение любви Давай попробуем вернуть Хоть что-нибудь, хоть что-нибудь Один листок календаря Одну метель из февраля Одну весеннюю грозу Одну счастливую слезу Один прощальный луч зари Одно мгновение любви Спасибо Аплодисменты Живу открыто, нехитрю с друзьями Для чужой обиды не бываю занят От чужого горя вежливость не прячусь С дураком не спорю С дураком не значусь В скольких бедах выжил В скольких дружбах умер От льстецов до выжиг охраняет юмор Против всех напастей есть одна защита Дом и душу настежь Я живу открыто В дружбе будних быта Завистью не болен Я живу открыто Как мишень на поле Настоящий поэт Должен оставаться юным И пылким мальчишкой На всю жизнь Ему все было по плечу И вы знаете В преддверии своего 70-летия Ему предложили И он согласился поехать Работать на Ближний Восток Шефом бюро российского телевидения И там он буквально с мальчишеским азартом Осваивал новую должность Знакомился с историей Святой Земли Ну хотя до этого он с коллегами Уже сделал там два документальных фильма О ней И я хочу вам сказать Что сегодня в зале Присутствует друг Андрея Дмитриевича Посол России в государстве Израиль 1997-2001 годы Михаил Леонидович Богданов Михаил Леонидович Хотели бы, чтобы вы вот-вот-вот-вот-вот-вот Вот эта работа и дружба На Святой Земле Крепко их связала Подружила нас одна земля Повелела дружбой дорожить Мы рады, Михаил Леонидович, вас приветствовать Спасибо вам Вашей супруге Елене Викторовне За то, что вы помните этот завет Андрея Дементьева Репортажи Андрея Дементьева всегда были честными, искренними В каждом чувствовались боль и переживания за то, что происходит на этой библейской земле Книги, которые он написал там, стали важной частью его творческого наследия Но и своих друзей Андрей старался познакомить со Святой Землей Так впервые он привез туда композитора Владимира Мигулю Там же родилась песня В будущем году в Иерусалиме Песня, которая объединяет всех людей Потому что Иерусалим Это не только центр трех религий Он должен стать, как хотелось бы, столицей мира В будущем году в Иерусалиме Мысленно желаю я себе Мысленно желаю я тебе Со времен древнейших и поныне Иудеи встретятся, говорят В будущем году в Иерусалиме И на небо обращают взгляд И на небо обращают взгляд На какой земле бы мы не жили Всех нас породнил Иерусалим Близкие друг другу и чужие Не судьбою, так душою с ним А-а-а-а-а... А-а-а-а... Увожу с визиткой чьё-то имя Сувениры, книги, адреса В будущем году в Иерусалиме С тем и отбываем в небеса С тем и отбываем в небеса На какой земле бы мы не жили Всех нас породнил Иерусалим Лиские друг другу и чужие Не судьбою, так душою с ним За окном шумит московский ливень Освежает краски на гербе В будущем году в Иерусалиме Мысленно желаю я себе Мысленно желаю я тебе На какой земле бы мы не жили Всех нас породнил Иерусалим Лиские друг другу и чужие Не судьбою, так душою с ним А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Я понял, пожив на чужбине, что надо быть в жизни крутым, Что как бы нас где ни любили, нам сладок отечество дым. Я понял, пожив за границей, что счастье мое вдалеке, Где даже заморские птицы поют на моем языке, А как хороши там пейзажи, шумит ли река или тростник, Не тем, дорогие мне, что наши, а тем, что мы счастливы в них. Я понял, пожив на чужбине, что нет мне дороже страны, Где осенью плачут рябины и снятся забытые сны. Библейское гордое имя Мария Родители маме моей подарили. Когда я к словам приобщался впервые, Ее называл я Мама Мария. А Мама Мария под вечер мне пела Свои колыбельные тихие песни. И рядом со мной неотлучно сидела, И голос Ее затихал в поднебесье. Святая Мария и Мама Мария От тяжких невзгод мое детство хранили. И жизнь моя так бы светло не свершилась, Когда бы не их материнская милость. Когда паду я ниц перед Всевышним, Про рай я не осмелюсь говорить, Боюсь межизбранных я буду лишним. Земных грехов мне в небе не избыть, Но я просить у Господа осмелюсь Лишь одного, чтоб на земле родной тебе И без меня бы жить хотелось, И без меня бы ты была со мной. Но я буду приходить к тебе стихами, Где в каждой строчке я люблю тебя, Где грусть твоя с годами не стихает, Как вьюга на исходе декабря, И вновь паду я ниц перед Всевышним. И за тебя молитву вознесу, Чтоб снова май тебе навстречу вышел И уронил в ладонь мою слезу. Ну вот говорят, что друзей не должно быть много, Но жизнь очень щедро одарила Андрея Дементьева Дружбой с такими, ну, выдающимися нашими людьми. Родион Щедрин, Стислав Ростропович, Галина Вишневская, Майя Плесецкая, Зураб Царители, Илья Глазунов, Иосиф Кобзон. И вы знаете, он очень дружил И плодотворно сотрудничал С известными и начинающими композиторами Евгением Мартыновым, Евгением Догой, Вячеславом Добрыниным, Раймондом Паулсом, Арно Бабаджаняном. Но с особой симпатией и печалью Он вспоминал Владимира Мигули, Ушедшего из жизни так рано. Иногда Мигули неожиданно приезжал в гости Просто повидаться. Их каскадеров запели земляне. Андрей Дмитриевич вспоминал, Что когда Володя не стало, Почувствовал горькую пустоту в душе. И вдруг понял, Что он занимал в его жизни особое место. Не просто друга и соавтора, А младшего брата. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На крутых поворотах Машину бросают в клет Снова дух замирает Но прекрасней профессии нет В каждой роли смогу я сто жизней прожить Лишь кино может все это мне подарить Каскадеры, каскадеры Мы в случае прекрасного в гостях Каскадеры, каскадеры И опасности на общем-то пустя Это наша судьба Мы не можем иначе На экране рискуя Мы лихо преследуем зло Если б жизни в нашей Так же нам бесконечно везло Снова съемка Огонь и риск без конца Без конца Мы работы своей Обжигаем сердца Каскадеры, каскадеры Мы в случае прекрасного в гостях Каскадеры, каскадеры Каскадеры, каскадеры И опасности на общем-то пустяк Это наша судьба Мы не можем иначе Каскадеры, каскадеры Мы в случае прекрасного в гостях Каскадеры, каскадеры Каскадеры, каскадеры И опасности на общем-то пустяк Это наша судьба Мы не можем иначе Спасибо! У Андрея Дементьева и Владимира Мигули Есть такая песня Она называется «Черный лебедь» Историю этой песни Наверное, мало кто поймет из молодежи Но очень хорошо поймут мои сверстники В 80-м году, когда не стало Владимира Высоцкого В газетах об этом не писали Это был почти нелегальный поэт Любимый всей страной И вот Дементьев и Мигуля написали песню Ее нужно было утвердить на телевидении Боже мой, песню утвердить Надо было пройти худсоветы, редактуру И вот счастливый случай На сдаче песни редактору Вдруг неожиданно позвонило начальство сверху И редактор как-то не услышала смысл и контекст этой песни Закончив разговор с начальством, она снова вернулась к разговору И спросила, так о чем песня? В страхе Мигуля сказал Да это песня к театральному спектаклю А, ну тогда пойте, можно Позвонила поэту Мать Высоцкого Нина Максимовна и сказала Спасибо за песню Он сказал Вы узнали? Послушайте Вся страна узнала И вот так она назвала это Самым главным поэтическим памятником своему сыну Черный лебедь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Еще одной звезды не стало И свет погас Возьму упавшую гитару Спою для вас Слова грустны Мотив невесел В одну струну Но жизнь, расставшуюся с песней Я помяну И снова слышен хриплый голос Он в нас поет Немало судеб укололось А голос тот Имя душой, что в синем небе Ах, невластно смерть Ах, черный лебедь Хринь и лебедь Нет, так не спеть Восходят ленты К нам из синемки Грустит мотив На черном озере пластинки Вновь лебедь жив Слова грустны Слова грустны Мотив невесел В одну струну Но жизнь, расставшуюся с песней Я помяну Я помяну Я помяну Помянул. Мы поколение совести, мужества и любви. Мы были когда-то поросли, а стали людьми. Мы прошли дорогами горести, теряя друзей в боях. Мы поколение совести, забытое в попыхах. Забытое новой порослью, манкуртами и шпаной. Мы поколение совести, измученное войной. И, как сказала нас Зельдин, великий артист и брат, Ни завтра и ни на медни жизнь нам не повторят. И поколение такого случиться не может вдруг. Но мы оставляем повод, вспомнит наш звездный труд. Мы поколение совести, мужества и войны, Причастные к славе и доблести великой нашей страны. Мы поколение совести, сломившей смерть и страх. И нет печальнее повести, чем повесть о фронтовиках. АПЛОДИСМЕНТЫ Среди многочисленных друзей Андрея Дементьева был один друг особенный. Это Иосиф Кобзон. Иосиф Давыдович был самым надежным, самым лучшим, самым верным другом. Потому что в его понимании дружба – это обязательно быть в трудную минуту. Ну и вообще мы знаем, что и для Иосифа Давыдовича помогать людям это было так же естественно, как жить, дышать. Но иногда это на грани подвига. Мы с вами помним и Чернобыль, и Норд-Ост, и Беслан. Иосиф Давыдович вел все поэтические вечера и концерты Андрея Дементьева. На всех концертах обязательно исполнял песни, написанные на его стихи. Они вместе ездили на Святую Землю в Юрсалим, отмечали памятные даты. Поддерживали друг друга даже уже в болезни. Эта дружба длилась более сорока лет. В горе и в радости. Они и ушли вместе друг за другом с разницей в один месяц. Да, их нет, а песни остались. И среди них тоже есть одна особенная. Ее всегда исполнял Иосиф Кобзон. А мне не надо от тебя Ни робких слов, ни обещаний. А мне не надо от тебя Ни редких встреч и ни прощаний. Наверно, выдумали мы И слух, когда шумело в юге. Наверно, выдумали мы От одиночества друг друга. А мне не надо от тебя Ни сожаленья, ни участия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Весну, когда шумела пьюга Наверно, выдумали мы От одиночества друг друга Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вы знаете, как признавался Андрей Дмитриевич Самые счастливые годы, которые выпали на мою долю Это годы юности Именно в редакции журнала Произошла судьбоносная встреча в его жизни Аня пришла работать в журнал Сразу после окончания школы Ты пришла в редакцию, девчонка И светлая коса, и синий взгляд Не похожая на юниора в чем-то Жившая легко и наугад Я в тебя влюбился постепенно Синий взгляд, улыбка, модный банд Сегодня Анна Давыдовна Пугач Заслуженный работник культуры России Известный журналист и политический обозреватель Ведущая еженедельной программы Виражи времени на радио России Она художественный руководитель Дома поэзии в Твери Но для Андрея Дмитриевича Она была прежде всего Любимой женщиной И неизменной музой И его книга «Я продолжаю влюбляться в тебя» С посвящением моей любимой жене Анне Анна, вы в зале Я бы попросила вас подняться Чтоб народ вас увидел И вам поаплодировали Вот она, Анна В белой Анне, Анна Нет женщин, нелюбимых Невстреченные есть Проходит кто-то мимо Когда бы рядом сесть Когда бы слово молвить И все переменить Былое светом молнии Как пленку засветить Нет нелюбимых женщин И каждая права Как в раковине жемчуг В душе любовь жива Все в мире поправимо Лишь окажите честь Нет женщин, нелюбимых Пока мужчины есть Я продолжаю влюбляться в тебя Да, лучше не скажешь Да и зачем говорить Пускай сейчас на сцене звучит песня Вдали шумит прибой Сердце там твое Приходит грусть порой Когда не ждешь ее И ты спешишь со мной К морю красоты Где чайки над волной Как белые цветы Опять я вижу Белых чаях над водой В их светлом танце Белых чаях над водой Опять я вижу Каты полей кружат Взгляни от моря Снегопад А может это сон Может цениться мне И нежный шепот вон И песня в тишине Но сквозь морской прибой Каты полей кружат Взгляни от моря Снегопад А если грянет шторм И придет беда То каждый добрый дом Открыт для них всегда Я снова буду рад Шересту весны И чайки над водой И чайки к нам летят Счастливые, как мы Опять я вижу Белых чаях над водой В их светлом танце Мы с тобой Опять я вижу Каты полей кружат Взгляни от моря Снегопад Опять я вижу Каты полей кружат Взгляни от моря Снегопад Я знаю, что все женщины прекрасны И красотой своей И умом Еще весельем Если в доме праздник И верностью Когда разлука в нем Не их наряды Или профиль римский Нас покоряет Женская душа И молодость ее И материнство И седина Когда пора пришла Покуда жив Я им молиться буду Любовь иным восторгом Предпочту Господь явил нам Женщину, как чудо Доверив миру Эту красоту АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И в этом месте На земле Мир держится На милосердии А не на выгоде И лжи Никто из нас Не минет смерти А потому Добро творить Спеши Быть может Это все наивно Но вижу я В который раз Как над землей Бушуют ливни Чтоб смыть Скопившуюся грязь И наше время Чистить надо Скопилось Столько в нем дерьма, насилия, лжи, вражды и смрада, Что скоро все сойдем с ума. Так пусть в нас совесть не убудет, И правда не сорвется вниз, Мир держится на мудрых людях, Как держится при солнце жизнь. Еще не спел я главной песни, Хотя прошло немало лет, И я взошел на ту из лестниц, Откуда дальше ходу нет. Успею или не успею Открыться людям до конца, Чтоб рядом с песней моею Добрели взгляды и сердца. Успеешь, шелестят страницы, Успеешь, и не казнись пустой виной, Быть может, что-нибудь продлится В душе людей, воспетых мной. Мы уже говорили с вами сегодня О трепетном отношении Андрея Дементьева К Пушкину, Лермонтову. А еще был Сергей Есенин, Такой близкий, близкий по духу, настроению, Вдохновленный своей малой родиной, Искренне болеющей душой за Россию. И вот уже много лет В день рождения Есенина В его родном селе Константиново Звучит песня Андрея Дементьева И Евгения Мартынова У Есенина день рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне приснился сон, А Есенине, ведь родился он, В ночь осеннюю догорает лес, Золотится сад, Как листки стихов, Листья вдаль летят. АПЛОДИСМЕНТЫ У Есенина день рождения. В звонком золоте Толь осенний лёд, Словно музыка вдохновения, Над землёй шумит лисдва. Выходила мать за кулицу, Сердцем верила, Он торопится, Рядом с нею ждал Золотистый плён, Как похож лист твой На серёжу он. У Есенина день рождения, В звонком золоте Толь осенняя, Словно музыка вдохновения, Над землёй шумит лисдва. Вновь звучат стихи Синей полночью, Всё хорошее С ними вспомнится. По-Есенински Я хочу любить, Чтобы с песней мне Всюду рядом быть. У Есенина день рождения, В золотком золоте, Толь осенняя, Словно музыка вдохновения, Но с землёй шумит лисдва. О suchen яйки, Словно музыка вдохновения, Лиссаika вдохновения, Словно музыка вдохновения, Словно музыка вдохновения, Г 나중에 Словно музыка вдохновения, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А, я знаю, ты любишь подарки. Подарки будут Аркадий Кораллов. Музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-Л Однажды средь вещей забытых Я случайно поняла, ларец. Значит, сказкой на вагоне летний не конец. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём, А весёлые зверюшки мой перевернули дом. Завели весёлый хоровод, до чего смешёл ли свой народ, И не верилось, что всё пройдёт сказочным злом. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём, А весёлые зверюшки мой перевернули дом. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём, А весёлые зверюшки мой перевернули дом. Завели весёлый хоровод, до чего смешён лесной народ, И не верилось, что всё пройдёт сказочным злом. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём, А весёлые зверюшки мой перевернули дом. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём, А весёлые зверюшки мой перевернули дом. А-а-а! А-а-а! Не ссорьтесь, влюблённые! Жизнь коротка, И ветра зелёная сменит пурга. Носите, красавец, на крепких руках Ни боли, ни зависть не ждут вас по тьмах Избавьте любимых от мелких обид Когда нестерпимо в них ревность болит Пусть будет неведом вам горький разлад По вашему следу лишь весна спешат По вашему следу не ходит беда Я снова уеду в былые года Где были так юны и счастливы мы Где долгие луны светились тьмы Была ты со мною строга и горда А все остальное сейчас, как тогда Те же рощи зеленые, те же снега Не ссорьтесь, влюбленные, жизнь коротка Над тобою море звезд Надо мною ранний день Ты живешь в краю берез Я живу в краю надежд До тебя лететь полгня Я готов лететь всю жизнь Только ты дождись меня Только ты меня дождись Нам с тобою никуда Друг от друга не уйди Жизнь одна, любовь одна И другой любви не будет Даже если ты уйдешь Даже если ты уйдешь Не поверю в эту ложь Не поверю никогда Что нет тебя Я всю жизнь искал тебя Чтобы ты меня нашла В тихих гамах сентября Наша музыка зашла Между нами столько звезд Между нами столько дней Я живу в краю берез Ты живешь в душе моей Нам с тобою никуда Друг от друга не уйди Жизнь одна, любовь одна И другой любви не надо Даже если ты уйдешь Даже если ты уйдешь Не поверю в эту ложь Не поверю никогда Что нет тебя Андрей Дмитриевич Я не верю Я до сих пор не верю в то, что И никто не верит В то, что вы ушли Вы в ваших песнях Вы в ваших стихах Спасибо вам огромное За то, что заставляете Наши сердца биться В ритме В вашем ритме В ритме Дементьева Да здравствует Андрей Дементьев Максим, я думаю, ты согласишься Хорошая песня Это большая удача Для этого должны быть Стихи красивые Музыка прекрасная То есть вот это Единение поэта Композитора Это уже успех Ну, я с вами Наполовину согласен Потому что, мне кажется Все-таки Еще нужен Третий элемент В этой связке А вот я Я-то это знала Но я тебя испытывала Скажешь ли ты Или нет Ну, конечно Вот когда певец То есть композитор Поэт и певец Все совпало Это шедевр Это будет Да Стопроцентный хит Радость или грусть Нас ждут потом Но всему начало Отчий дом Там у колыбели Матери нам пели Песню любви Вновь сейчас во мне Скучит она Ждет меня наш домик В три окна Близко ли далеко Свет родимых окон Вечно не померкнет Для меня Как живешь ты Отчий дом Светлой грусть Я был Я у дома У крыльца Родного Встречи жду И вновь пою Здравствуй, милый Оксино Устанно Спокоен Где б я Небел И всегда Всегда Со мною я Согрет Твоим Теплом Сколько бы на свете Мне не жить Век его доверье Дорожить Но уж как ведется Юность Расстается С домом Родным Годы Словно Сны Над ним Летят Я Вовлю Душой Отцовский Взгляд Мама В дни Ночи Ждет Желанной Почты Помните Об этом Сыновья Как живешь Ты Отчий Дом Светлой Грусть Сыновья Вовлю Я У Рома У Крыльца На Вновь Встречи Жду И Вновь Поют Здравствуй Милый Общий Дом Будь За Нас Спокоен Где Я Ни Был Ты Всегда Всегда Со Мною Я В Затре Твоим Тепло Здравствуй Милый Общий Дом Будь За Нас Спокоен Где Я Либо Ты Всегда Всегда Со Мною Я Согреть Твоим Тепло Тепло Я АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Пусть не будет позабыт Не спешите, быстрые птицы По годам и по судьбе Все придет и все случится Знаю это по себе Все будет так же после нас А нас не будет Когда нам жизнь сполна воздаст А что убудет По небу скатится звезда Слезой горючей И не останется следа Обычный случай Мне б даже ниточкой одной Едва заметной Стать одинокой тишиной На дрожжи летней Негромкой песней У огня Зарею поздней Все так же было До меня Так будет после Субтитры создавал DimaTorzok Все будет так же после нас И слава Богу Все будет так же после нас И слава Богу И слава Богу И кто-то выйдет И кто-то выйдет В первый раз Вновь на дорогу И сбросит листья Старый вяз У наших окон Все будет так же после нас И слава Богу Все будет так же после нас И слава Богу И слава Богу И кто-то выйдет В первый раз Вновь на дорогу И сбросит листья Старый вяз Старый вяз У наших окон И слава Богу И слава Богу И слава Богу И слава Богу Немного Андрей Дмитриевич Действительно прожил Счастливую жизнь Но счастье продолжается Потому что Он оставил нам Такие замечательные стихи Он оставил свой след Как человек Как личность Потому что Так любить свою Землю родную Своих друзей Своих читателей Свою жену Это действительно счастье Великое счастье А рядом с такой любовью Всегда рядом слово Верность Может это и есть Главная любви Кто знает Аплодисменты. Над землёй летели лебеди солнечным днём. Было им светло и радостно в небе вдвоём. И земля казалась ласковой им в этот мир. Вдруг по птицам кто-то выстрелил и вырвался крик. Что с тобой, моя любимая, отзовись скорей. Без любви твоей небо всё грустней. Где же ты, моя любимая, возвратись скорей. Красотой своей нежной сердцем не согрей. В небесах искал подругу он, спал из гнезда. Но молчанием ответила птице беда. Улететь в края налётые лебедь не мог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. И прости меня, любимая, за чужое зло. Что моё крыло счастья не спасло. Ты прости меня, любимая, что весенним днём В небе голубом, как прежде, нам не быть вдвоём. И была непоправимой эта беда. Что с подругой не встретиться он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, Веслю прерывал, И сложил бесстрашно крылья на землю. Я хочу, чтоб жили лебеди, И от белых стай, И от белых стай Мир добрее встал. Пусть летят по небу лебеди Над землёй моей, Над судьбой моей. Летите в светлый мир людей. Никогда ни о чём не жалеете вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить, Как записку из прошлого Грусть свою скомков с этим прошлым Порвите непрочную нить. Никогда не жалеете о том, что случилось, Или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, До надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, Если даже за всё вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство, Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чём не жалеете, Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, Но ведь песни берёт он из вашей души. Никогда, никогда ни о чём не жалейте, Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но ещё гениальнее слушали вы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ